Здорово! Здорово! О, а ты знал, когда появились первые ножи? Вообще-то знал, и могу даже рассказать. Ну-ка, давай. А ты вначале присаживайся. Так и что? Держи, сейчас расскажу. Что, прям есть? Да. Так, и что в итоге? Еще. Так и что там с ножами? Честно говоря, понятия не имею. Чтоб на балды не доесть. Первые ножи были известны еще в эпоху палеолита. И сделаны были из камня. Вообще, как правило, из кремня. В некоторых культурах ее считали даром свыше. В честь нее даже есть национальный праздник. Да и вообще, этот десертный овощ каждое лето буквально манит себе прекрасным запахом. Конечно, все это про дыню. В эфире «Сцена Вицен». Меня зовут Иван Сапелкин. И сегодня мы расскажем. Как выращивается дыня? Какие виды есть в нашем крае? Где заплод готовы отдать больше миллиона рублей? А также, как выбрать качественный продукт и сколько он сейчас стоит? Считается, что изначально за много веков до нашей эры оккультуриванием дыня занимались в двух регионах. В Северной Африке и в Юго-Восточной Азии. Археологи обнаружили изображения с ней даже в египетских гробницах. Через некоторое время культурная дыня стала распространяться в соседние районы. А уже в средние века она заполнила не только Евразию, но и добралась до Америки. Примерно в это же время, как предполагают специалисты из Средней Азии, дыню завезли и в Россию. Дыня довольно древняя бахчевая культура. За долгие годы работы с ней было найдено множество способов выращивания. Еще при царе Алексее Михайловиче, при учете непростого климата, дыню культивировали в Подмосковье. Причем довольно успешно. На территории Ставропольского края практически 18 округов занимаются производством такого замечательного вкусного плода, как дыня. Порядка 509 гектар в этом году засеяно под бахчевыми культурами. Основная, значит, специфика возделывания данной продукции, она неприхотливая, скажем так, к поливу, но вместе с тем очень требовательна к плодородным почвам и очень зависит от вредителей, возбудителей болезней и сорняков. Чтобы продлить время сбора дынь, часть дынь мы выращиваем в теплицах, делаем рассаду. Все это такой бесконечный ручной труд. Мы давно думали, как можно механизировать выращивание дыни. Ну, никак. Только начинает она желтеть, собирают ее вручную, много людей собирают, выносят, потом еще ее раз сортируют, укладывают в банановые ящики, чтобы она доехала до потребителя непомятая. В мире существует огромное количество сортов дыни. Не все из них мы можем встретить в магазине, но иногда некоторые все же могут появиться в нашем поле зрения. Например, существует сорт кассаба или, как ее еще называют, зимняя дыня. Плоды желтые, с темно-зелеными пятнами и морщинистой поверхностью. Главное отличие от других дынь в том, что дыня кассаба набирает сочность и вкус в процессе хранения, а не на бахче. То есть, после покупки она должна полежать пару месяцев, чтобы стать по-настоящему вкусной. В Ставропольском крае самыми популярными считаются эфиопка, колхозница, торпеда, ранняя 133 и лада. Эти сорта повсеместно выращиваются в нашем регионе. Дыни, как и другие бахчевые культуры, очень много впитывают в себя нитратов. Поэтому нужно за этим внимательно следить. По внешним признакам, конечно, это очень трудно определить. Поэтому качество должны отслеживать лаборатории, которые имеют аккредитацию, которые могут провести исследование не только на показатели качества, но и остаточное количество агрохимикатов и пестицидов, которые применяются в период возделывания данного вида продукции. Только то, что по регламенту разрешено, мы применяем эти пестициды, эти фунгициды, эти удобрения. Ничего, что запрещено, мы никогда не используем. Время любопытных фактов. Во времена Российской империи дыню могли позволить себе только богатые люди, так как выращивали ее в очень небольших количествах. В нынешнее время дыня стала более доступной, но есть сорт, который купят не все. Речь о короле Юбари. При выращивании такой дыни японские мастера натирают, разглаживают и массажируют кожуру, а для защиты от солнечных ожогов на плоды надевают бумажные шапочки. В среднем цена одной такой дыни плавает от 50 до 200 долларов, но чаще она уходит с аукционов и попарно. В 2023 году такую пару продали почти за 26 тысяч долларов, что в рублях составляет примерно 2 миллиона 425 тысяч 800. Выбрать дыню можно по внешним признакам. Если плод сухой хвостик имеет, если чешуйки, которым покрыт плод, легко отделяются, и она сухая, при этом источает замечательный вкусный запах, то можно смело брать этот плод и получать изысканное удовольствие от каждого кусочка. Если, значит, у дыни имеются какие-то трещины, либо, не дай бог, плесневые какие-то вмятины, либо разрезы, то это говорит о том, что либо дыня неправильно транспортировалась, либо дыня несвоевременно была проведена обработкой, и она поражена плесневыми грибами, и это может быть очень опасно для здоровья. Тем более ни в коем случае нельзя брать дыню, когда вам говорят, давайте надрежем, и вы попробуйте, потому что на поверхности могут быть вредные для организма объекты, которые при надрезании попадают внутрь дыни. Знаете, все зависит, конечно, от вкусовых предпочтений. Кто-то любит, чтобы она хрустела, такая была тверденькая, сладкая. Кто-то любит, чтобы она, наоборот, во рту таяла, тек с него. Поэтому тут главное что? Чтобы дыня была желтая, чтобы дыня была не поврежденная, чтобы была сеточка. Найти дыню летом, особенно в разгар сезона, вообще не составляет труда. Главное идти на запах. Например, на рынке вот такие красотки стоят от 80 до 150 рублей за килограмм. Спелые. В гипермаркете тоже можно найти дыню. Причем, если на рынке мы встречали только торпеду и колхозницу, более близкие к нам сорта, то здесь есть вообще что-то невероятное. Например, далматин, пель де сапо, торпеда, шаранте, эфиопка и просто дыня. Стоят они здесь от 77 до 100 рублей за килограмм. Но посмотрите, что за красота. Ммм, пахнет вкусно. В сетевых магазинах тоже можно найти дыню. Здесь она, например, без учета скидки стоит 95 рублей за килограмм. И, конечно же, в разгар сезона центром притяжения становятся вот такие развалы. Здесь просто великолепный запах. Стоит такая дынька 60 рублей за килограмм. Но приобретая в таких местах, первое, никогда не стесняйтесь попросить у продавца сертификат о качестве продукции. И второе, следите, чтобы дыни не лежали на земле. Это неправильное хранение. Они должны, как здесь, на полочке лежать. Тогда все будет хорошо. Поэтому не стесняйтесь, интересуйтесь и пробуйте. Стоимость дыни зависит от следующих факторов. Это, в первую очередь, затраты, которые несет сельхозтоваропроизводитель при возделывании и подготовке почвы для выращивания данного вида продукции. Также большое значение имеют затраты, понесенные сельхозтоваропроизводителем по уходным работам. Также имеет значение оплата труда. В том числе и затраты на поставку данного вида продукции к потребителю в город либо на селе. Чем дальше транспортируется, тем будет дороже данный вид продукции. Стоимость, как и любая другая продукция, овощная, да любая продукция, все зависит от себестоимости. Ну, а себестоимость, понятно, из чего складывается. Это урожай и затраты. Будут урожаи высокие, затраты лягут, и себестоимость будет ниже. Затраты, в любом случае, на один гектар, они практически постоянные. Вот в этом году они больше, потому что цены на средства защиты, цены на удобрения, они повысились. Немного о вреде и пользе. Дыня отлично восполняет запасы энергии и хорошо подходит для здорового перекуса. Она почти на 90% состоит из воды и считается низкокалорийным продуктом. В 100 граммах, в зависимости от сорта, содержится примерно 35 килокалорий. Также она содержит в себе большое множество полезных веществ, благодаря чему употребление дыни способствует улучшению кожи, укреплению костей, снижению давления и поддержке здоровья глаз. Но важно помнить, что дыня может вызвать проблемы с пищеварением, а при неумеренном употреблении еще и аллергические реакции. Ее не рекомендуют людям, имеющим проблемы с желудком, почками и кишечником. Помимо этого, особо сильное расстройство пищеварения дыня может вызвать в сочетании с молочными продуктами, медом и алкоголем. Удобрения, которые применяются для возделывания дыни, производятся на территории Ставропольского края. Кроме того, техника, специальное оборудование не нужно для выращивания дыни, так как это чаще всего ручной труд, потому что техники, как таковую, для сбора еще не придумали, скажем так. Поэтому санкции особого влияния не оказали. Государственные программы поддержки своих товаропроизводителей просто отличные. Вот мы уже много лет пользуемся этими программами, этими субсидиями, грантами. Ну, просто, конечно, без них было бы тяжело работать. Можно, значит, сельхозтоваропроизводителям, также и фермерам участвовать в таких программах, как «Агростартап», «Агротуризм» и «Семейные фермы», где желающим, которые участвуют в конкурсе, выделяются денежные средства для развития. И сельхозтоваропроизводители в рамках этих программ могут получить замечательные субсидии и развивать свое производство, в том числе и производство дынь. Подведем итоги. Редко, когда лето, обходится без сочной и сладкой дыньки. Ее аромат буквально притягивает к прилавкам, а вкус мало кого оставляет равнодушным. Но какой бы вкусной она ни была, всегда помните об индивидуальных противопоказаниях. При выборе продукта обращайте внимание на следующие факторы. Внешний вид. Плод должен быть однородного цвета, без вмятин, повреждений и плесневелостей. Допускается одно небольшое круглое пятно, немного светлее основного цвета, на том месте, где она лежала на земле. Размер. Специалисты рекомендуют выбирать дыню среднего размера. Маленькие могут быть недозревшими, а большие наоборот. Запах. Большинство софтов обладает ярким дынным ароматом, что говорит о спелости. Если у дыни травянистый или неприятный запах, то лучше ее не брать. Звук. У спелой дыни глухой звук. Только не надо стучать по ней, как по арбузу. Вы можете повредить тонкую кожуру. Достаточно просто хлопнуть ладонью. Упругость. Хорошая дыня должна слегка пружинить. Если она слишком твердая или на ней остаются следы от пальцев, то лучше отказаться от покупки. Сезон. Многие рекомендуют приобретать дыню в разгар сезона с августа по сентябрь. В это время она будет дешевле. Производитель. Чем ближе производитель, тем свежее товар. В остальном, как и всегда, выбор за вами. С вами был Сценарий Цент. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова